Дедушка Толя каждый день сидит возле супермаркета по проспекту Независимости и просит милостыню. По словам мужчины, он приехал из Луганской области к тете. Я заехал сюда, на тете, а ей дома нет. Она в гости въехала. А я сейчас дай, дай, чтобы на береженном списке въехал. По словам активистов, которые занимаются разоблачением мнимых попрошаек, такие люди нередко используют фальшивые или чужие документы. И, как правило, являются участниками организованных структур, которые попросту зарабатывают на доверчивых и сердобольных прохожих. Также есть и профессиональные попрошайки. Так, в Харькове уже не один десяток лет по метро ходит так называемая актриса. Активистам удалось выяснить, что за 20 лет женщина привлекала к своей деятельности нескольких детей и сменяла ряд диагнозов. Нередко у актрисы бывали стычки с пассажирами. Порой на замечание, что за столько лет можно было бы найти нормальную работу, женщина начинает сыпать проклятиями и лезть в драку, а то и угрожать оппонентам. Блогер Кирилл Яковлев на камеру неоднократно разоблачал молодых женщин, которые прикидываются старушками и просят милостыню. Всего Кирилл с братом рассекретили около пяти аферисток. Блогер рассказывает, подобные случаи с мнимыми пенсионерками происходят не только в Харькове, но и по всей Украине. Они даже в тех же самых косынках сидят в одинакового цвета и в тех же самых там плащах сидят, на том же самом пакете, в той же самой иконке. Поэтому это не одиночный какой-то там, что человек где-то ходит по всему городу. Они одновременно сидят по всему городу. Вот в Харькове мне с Чернецовске давали видео, с Черкассы. Централизованный бизнес по всей стране. Ежедневно попрошайки с протянутой рукой стоят в одних и тех же переходах. На одних и тех же местах ездят по одной и той же ветке. И ко многим из них харьковчане уже привыкли. Однако не все попрошайки в метро фальшивые. Стоять в переходах могут и настоящие волонтеры, которые собирают деньги на лечение детей и взрослых. Но отличить их от фальшивых сложно. Разве что самостоятельно перепроверить все документы истории. Для начала нужно посмотреть на выписку из больницы, где указан диагноз и обратить внимание на дату, чтобы обезопасить себя от помощи уже умершим людям. Также, чтобы понимать реальную сумму, которая нужна на лечение, нужно попросить предоставить счет или список лекарств. Последняя проверка – звонок в больницу, где лечится больной. У врача можно узнать, есть ли такой пациент и какая помощь ему нужна. Согласно социологическим исследованиям, 50% украинцев регулярно подают милостыню нищим. Остальные воздерживаются из-за недоверия к получателям помощи. Вы даете милостыню или нет? Иногда да, иногда нет. А почему да, а почему нет? Ну, смотришь как бы на человека. Бывают такие просто, что пользуются этим. А не моете, не хотят работать. Даете милостыню попрошайку? Нет. Нет? Почему? Ну, это обман. Милостыню попрошайку. Да, иногда даю, но смотрю, кто. А как вы подбираете? Каминоватик? Ну, к чувствую как-то, понимается. Согласно закону, в Украине попрошайничество не является преступлением. К ответственности привлекаются только люди, заставляющие других заниматься такой деятельностью. Поэтому бороться с такими мошенниками на законодательном уровне ни активисты, ни полиции не могут. Юлия Абойко и Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».